Субтитры делал DimaTorzok Олимпийском самбо И о такой дате, наверное, в этом году самый такой мощный Это 100 лет со дня рождения Евгения Михайловича Чумакова Просветителя самбо, педагога Ну и первый вопрос это признание самбо олимпийским видом спорта И хотел бы от вас, так сказать, из первоисточников Услышать, что это и какие, как говорится, последствия Добрый день Ну, я думаю, что В народе очень такое сложное представление о том, что И, к сожалению, это расхожая такая вот формулировка, что самбо признан олимпийским Признана на Ассейсе МОК Международная Федерация Самбо То есть не вид спорта, а Международная Федерация Самбо Которая отвечает за развитие самбо в мире И в данном случае мы говорим о том, что сегодня самбо может претендовать на включение в программу олимпийских игр Но не более того То есть за нас никто это делать не будет И поверьте мне, если мы будем бездействовать, то никогда самбо... То есть это не то, что мы в листе ожидания И в какой-то момент вдруг посмотрели, а кто там у нас? О, самбо, давайте-ка его включим Отнюдь Я уверен, что такого никогда не будет И если вы посмотрите ближайшие игры, которые были, состоялись Или которые мы ожидаем в будущем То вы видите, такие виды спорта включают, которые никогда бы даже видами спорта не называли Тем не менее, вот страна, проводящая игры, имеет право на включение тех видов спорта, в которых с большой долей вероятности страна-хозяйка может завоевать медали И поэтому, конечно, Франция или Америка наверняка не представляют себя достаточно уверенно в самбо И уж включать-то точно не будет Вы сейчас сказали о том, что что-то нужно делать И если, соответственно, вы не будете делать, точнее, я имею в виду Международная Федерация, самбо и вообще все, сообщество самбистов, какие-то действия Какие именно эти действия на сегодняшний день необходимо предпринимать, чтобы каким-то образом еще больше пододвинуть самбо включение в программу Олимпийских федераций? Ну, давайте просто возможные сценарии Возможные сценарии, то есть, ну, так же, как, условно, мы в свое время в программу ФИСУ или в азиатские игры мы включали самбо, да? То есть это или воля, так сказать, изъявления руководителя, то есть, ну, условно, как мы вошли там в азиатские игры Вот есть пляжные, хотите? Попробуйте Да, мы хотим Мы создали дисциплину, мы вошли в азиатские игры пляжные И в Таиланде в 2014 году, через два года мы повторили, в общем-то, я считаю, что успех в Дананге, во Вьетнаме Потом мы вошли в Ашхабаде, а, соответственно, Туркмения – это страна, республика постсоветского пространства, да? Соответственно, традиции самбо, они, в общем-то, существуют Понятно, что Туркмения претендовала на завоевание медалей И, в общем-то, Туркмении было интересно включить в программу азиатских игр, и они с удовольствием поддержали этот проект Соответственно, сомнительно было в Индонезии, в Джакарте уже большие азиатские игры Но, тем не менее, самбо включили, потому что шло так понарастающе И, в принципе, турнир достаточно успешно прошел в Джакарте ФИСУ, да, то есть это студенческие соревнования, вы помните, в Казани То есть страна, Россия, проводящая Всемирную универсиаду, имеет право на включение вида спорта по своему усмотрению То есть есть 13 видов, которые являются постоянными видами спорта Ну и, в общем-то, удалось включить самбо И, ну, я считаю, что вот этот турнир самбистов на университете в Казани, он был достаточно приличный То есть нам удалось собрать 45 стран Потому что Международная Федерация не имела 100% влияния Потому что это, мы назовем так, ведомственные соревнования Мы могли способствовать, мы могли оплатить судей, мы могли экипировать То есть мы косвенно могли на это воздействовать Потому что есть определенные правила То есть командируют не национальные федерации самбо А командируют команды, соответственно, студенческие союзы государств Ну, понятно, при поддержке министерств или там, скажем, олимпийских комитетов Везде по-разному Но мы не могли, условно говоря, все это завалить деньгами и провести Потому что все равно это не наше поле деятельности То есть в данном случае мы были партнерами 45 стран, достаточно хорошая, серьезная конкуренция По организации соревнований на арене Татнефтьарена Было порядка 7 тысяч зрителей То есть нам даже пришлось снимать баннеры Которые мы закрывали резервные трибуны Для того, чтобы не было эффекта пустующих трибун То есть мы закрывали их баннеры Нам пришлось некоторые баннеры снимать Потому что арена наполнялась Безусловно, здесь работала Федерация Татарстана Очень нашла интересное решение для того, чтобы привлечь И зрители, то есть и семьи с детьми И различные программы готовила И питанием обеспечивала, и какой-то атрибутикой Ну, то есть там была специальная такая серьезная программа зрителей В Екатеринбурге в 23-м году самбо включено в программу То есть, условно, страна-хозяйка может включить К сожалению, в 80-м году мы политически проиграли эту ситуацию То есть в тот момент мы являлись частью Большой Федерации ФИЛа И, соответственно, не играли первую скрипку В плане именно включения И здесь, конечно, был хороший шанс в 80-м году включить Ну, как бы сейчас не будем обсуждать, почему это По политическим, по различным мотивам не удалось включить И теперь, вот сейчас промелькнула информация Владимир Владимирович заявил, что чуть ли не в Дальнем Востоке Готовы претендовать на включение в программу Олимпийских игр Ну, как бы промелькнуло и промелькнуло То есть интересная мысль, но когда это будет? Потому что уже ближайший, 24-й, Франция Уже программа скомпонована Значит, Лос-Анджелес, 8-й год Соответственно, есть шанс Но мы отдельно об этом поговорим 32-й, это Австралия То есть, ну, лучше 28-й, 32-й Это то, где мы можем, в общем-то, заниматься И, ну, в общем-то, пытаться включить Значит, первое, то, что я, подводя, как бы промежуточный итог Это домашняя Олимпиада И возможность включения, как Хозяйки игр С последующим, возможно, там Ну, пока это очень отдаленное Если вы помните, 64-й год Включение дзюдо В 68-м в Мехико не было дзюдо И только официально В 72-м году В Мюнхене Олимпийские, то есть уже Дзюдо стало Постоянным Видом спорта в программе Олимпийских игр Соответственно, каратэ сейчас было в Токио Но на последующие уже не рассматривается Поэтому Это может быть разово Это может быть разово Это может быть на постоянной основе Но здесь вопрос Мы не должны забывать, что самбо Вид спорта, рожденный в Советском Союзе И, ну, отношение к нему Наверное, такое Как часть Некой Как инструмент Политического, так сказать Воздействия То есть, неважно СССР Правоприемник, Россия То есть, все время воспринимается Как вид спорта Из этих стран Ну, я бы не согласился Дзюдо, это тоже из империалистической Японии Которая на тот момент тоже была Достаточно агрессивно настроена на весь мир Ну, в данном случае Весь мир, в общем-то, был таковым То есть, мы были, в общем-то, в меньшинстве Как социалистический лагерь, да Поэтому, собственно говоря Не согласны и не согласны Я сегодня, если мы говорим про тот же Лос-Анджелес, да В 28-м год Это же вопрос противостояния двух таких серьезных Серьезных стран, да Таких лагерей Таких очень серьезных противников И с одной стороны Если договорятся руководители государства Это может быть даже на контрасте, да При всех негативных моментах Это может быть просто как некий мостик такой, да Пофантазируем Это уже вторая версия, да Сценарий, да, сценарий Первый – это домашняя олимпиада Вторая – это что-то такое невероятное Что вдруг на каком-то там На какой-то встрече Просто вот самбо как некий такой Точно так же, как в свое время Брежнев, Индира Ганди На встречу пошел с Хаким на траве Да, то есть в включении в 80-м году Точно так же это может произойти в Лос-Анджелесе Это такой немножко утопичный вариант Немножко такой дерзкий Но почему нет Насколько конкурсов Вот вы глядя, смотрите Есть, понятно, что самбо – это один из видов борьбы Которые представлены на алимпийских играх Ну, допустим, ну вообще в мире Есть там… Ну, я бы шире взял Единоборцы Потому что вы не забывайте, что в программе есть и тэквондо Есть и бокс То есть… Единоборцы, да, единоборцы Как разновидность у нас есть боевой самбо Насколько конкурентно сегодня Вот на какое место по конкурентности Там, допустим, вы можете поставить сегодня самбо Для того, чтобы оно… Сейчас же конкуренция жесткая идет, правильно? Даже остаться в программе олимпийских играх Вот, а попасть тем более Насколько конкурентоспособна сегодня самбо И какие может показать какие-то свои точки Которые превосходят почему-то другие виды Единоборства Ну, сложно сейчас сказать То есть, если мы возьмем те три дисциплины Которые у нас уже как бы сформированы И по этим дисциплинам проводятся международные соревнования То есть, мы его называем спортивные Хотя все дисциплины, они спортивные Или традиционные, или классические самбо То есть, много говорили о термине самбо Каким оно может быть То есть, спортивное самбо немножко такое Боевое самбо, оно тоже спортивное Пляжное самбо, оно спортивное То есть, вот существует три дисциплины Которые официально и в спорткомитете у нас В общем-то признаны Россией И, ну, достаточно интересно Угадать сложно Будет ли это боевое самбо То есть, я не случайно сказал, что бокс и тейквондо То есть, на мой взгляд, боевое самбо Если его немножко причесать То, в принципе, оно смотрится не хуже А может быть, даже более зрелищнее, чем эти виды Защитное приспособление Разнообразие технических действий Потом специфика Болевые и удушающие Можно делать стойки Уход в стойку не считается защитой Или сдавайся, или освобождайся То есть, там много есть таких интересных вещей Боевого самбо, которые Ну, и с точки зрения базы Как и для прикладности Они, в общем-то, интересны Спортивный самбо Вот здесь тогда сравнивать С греко-римской вольной и дзюдо Но мы пытаемся Пытаемся корректировать правила Пытаемся найти какие-то свои формы Цвета То есть, безусловно, дзюдо На сегодняшний день лидер С точки зрения Картинки Соответственно, регламентов и так далее То есть, ну, наверное И люди, которые занимаются Они достаточно серьезные профессионалы С точки зрения зрелищности Ну, вот я в интервью уже говорил Что на мой взгляд На мой взгляд То есть, я не навязываю мнение То есть, вот этот уход Попытка сократить и арсенал технических действий Очень много ограничений На мой взгляд Пошли не на пользу дзюдо Потому что Все-таки Дзюдо Ну, и в любом виде единоборств Вот эта национальная школа Традиции, культура Почерк Он очень, как бы, важен То есть, то, что на основе классического дзюдо Назовем так традиционного Появляются какие-то элементы Не знаю Национальные Не важно, что это Монголия, Корея Грузия Узбекистан То есть, ну, все равно Есть почерк Как модель Некая модель Ее не сотрешь Она есть Как некий генотип И это, ну, скажем С точки зрения Олимпийского дзюдо Создавало Очень такую Яркую палитру Таких образов Национальных Чтобы это не было Такого усреднения Да То есть Все должны быть Все строим должны ходить Нет Вот здесь как раз Был и колорит Потому что Ну, вкусно это Как я говорю Вкусно Потому что Не стандартной техникой Мы говорили Там Технику Если она Систематизирована И четко Термина существует Там же Допустим Переворот Хабарелли Там Со штаниной Там С поясом Когда он тащил Через грудь И Называли Хабарелли Сроу То есть Бросок Хабарелли И Просто Писали Прям Латинцы В кавычках Там Это бросок Хабарелли На английском языке И только потом Японцы Под эту технику Придумали термин Свор То есть Это как раз Говорит о том Что Шло обогащение И расширение Вообще Но К сожалению Загнали Всех Единое Такое Стоило То есть Не высовываться Не Хотя Я говорю Очень Многие Народы И Имеют Свой Какой-то Колорит Я Такой Ярко Выраженный Но Во всяком случае Мы проводили Анализ Различных Школ Мира И Этот Почерк Вот Его Даже Сейчас Он пробивается Даже Со всеми Этими Ограничениями Само В этом Плане Более Свободно То есть Ограничений Нет У меня Ну Как бы У нас Идет Некая Назовем так Диалог Мягко С коллегами То есть Попытка Но С одной Стороны Сделать Более Понятно Более Прозрачные Правила Потому что Они все-таки Громоздкие Для понимания Для Широкого Круга Ну Вот Но Ограничение Минимальное Количество Это касается Технические действия Стойки Технические действия В партере Это касается И Захвата В передвижении То есть В этом плане Самбо Оно Не обижая Наших коллег Оно В этом плане Более Демократично Мне кажется В наказательной Какой-то Системе Более Тоже Лояльно Мы пытаемся Все это Упорядочить Привести В порядок Непростой Процесс Непростой Процесс И мы Вот Ну как бы Учитывая опыты Наших коллег Все равно Мы конечно Сканируем И смотрим То есть Зрителю То есть Который смотрит Не важно В зале А в большей степени Это все-таки Телевизионная картинка Конечно Нужно понимать За что Судья Поднимает Один Или два балла То есть Он должен понимать Что такое Произошло То есть Что же такое Произошло Чтобы Действительно Судья Поднял Руку И оценил Это действие То есть Если человек Не вникая В детали Не вникая В правила Не читая Он это понимает Что вот Преимущество Одного По отношению К другому То значит Мы эту задачу Решили И Часто Вот Ну как бы В общем-то На мой взгляд Разбираюсь Немножко Дзюдо Да И Иногда Я даже Не знаю Что Вот сейчас Было И Что самое Интересное И не только Я один Как бы В сомнениях Что же Такое Было Ну вот И Это Это всегда Вызывает Ну Определенно Непонимание Это раздражение Это Негативная Реакция Поэтому Здесь Нужно Чтобы И У нас Как Организаторов И Идеологов И У людей Которые Этот продукт Принимают Чтобы у нас Были В общем-то Комфортные Состояния И положительные Эмоции Это Я думаю Что Наверное Самое главное И Вот Третье Направление Которое Начало Достаточно Недавно Развиваться Которое Может Улучшить Ситуацию С точки Из Выбора Самбы Это Пляжная Самба Да Но Я могу Сказать Что Пляжная Борьба Пляжная Борьба Она Чуть Раньше Появилась Но Когда Мы Разрабатывали Правила Мы Посмотрели То есть Практически Вот этот Контур Ковра Сложность Вот этой Многоступенчатой Системы Судиста Этих Очков А если Вот сюда Если Вот сюда Все Должно Быть Просто Люди Отошли 50 метров От Кромки Воды Сели На Трибуну В своих Купальниках И они Понимают Что происходит Здесь То есть Для них Это Удовольствие Ну вот Сейчас Только Что Прошел На Кипре Чемпионат Мира По Пляжному Самбо Когда Все Закончилось А люди Сидят На Трибуна Еще Чего Ждут Вот это Хорошее Такое Состояние Потому Что Все Понятно Потому Нужно Сделать Бросок Любой Бросок Неважно Будет Это Начисто То есть Опрокинуть Соперника И Вот Я считаю Что мы Нашли Такую Оптимальную Формулу Оптимальную Формулу В этих Условиях Когда Всем Зрителям И Спортсменам И тренерам Всем понятно То есть Прозрачность Да Вот Почему В спортивном Боевом Сложно Добиться Очень Много Очень Много Таких Специфичных Движений Таких Условностей Но Одно Из Преимуществ Которые Я считаю По сравнению С другими Видами Которые Входят В пляжные У нас Нет Наказания Да То есть Мы Говорили То есть Одна Из Позиции Была А Почему Ну Надо же Вот он Чего-то Не делает Давайте Мы Договоримся Это Причем Это Сидит Настолько Сидит Я общаюсь С коллегами Специалистами Они говорят Ну вот Здесь же Надо Наказать Обязательно Я говорю Послушайте Вы все Время С позиции Кнута Где же Пряник Да То есть Люди Пришли Сюда Добровольно Пришли Они хотят Быть лучшими Они хотят Показать Красивую Борьбу Они хотят Стать Чемпионами Да То есть Договорились Это так Да Это так Хорошо Значит Нам не нужно Их В спину Как раньше Гладиаторов Значит Пиками Подталкивали Чтобы они Шли в бой Не нужно Да То есть Они Совершенно Отчетливо Пришли Сюда Победить Хорошо Давайте Мы Исключим Какие-то Пограничные Вот совсем То есть Когда мы Там головой Его Втыкаем В песок Да То есть Ну это Это все Это конечно Надо снимать Если он бросает Захватом На болевой прием То есть Вероятность Того Что он там Не контролирует Ситуацию Они находятся Система Выведенной Из равновесия Они воткнутся Это тоже Опасно Если человек Ведет себя Недостойно Хамит Там Апеллирует К судьям К зрителям Ну Или там Дерется Ну Соответственно Это тоже Как бы Негатив Да То есть Ну И какие-то Медицинские Да То есть Когда человек Уже не может Хотя таких ситуаций У нас практически Не было И Были броски С захватом На болевой Были То есть Это я говорю Из жизни Но таких ситуаций Один раз Она была А то Что там Где-то В пылу борьбы Вы где-то там Сцепились руками Но вы же Не бросайте Захватом За кисти Вы Ну В пылу борьбы Где-то Схлестнулись Ничего страшного Поэтому мы Разрешили Захват То, чего нет Спортивным Можно захватывать За шорты За саму В общем-то Штанину Да То есть Шорты усилены Ничего страшного Можно захватывать За полу Куртки Она короткая Без клинышка На бедре Куртка не разорвется Можно захватывать Рукава изнутри Мы специально Их сделали Чуть пошире Для того Чтобы на жизнь Мышцы Притвечья Грудь Спортсмена Чтобы показать Всю красоту То есть Ограничений Никаких нет То есть Здесь Просто Скажем Как я его называю Солнечное самбо То есть Бросайте Выходите И побеждайте То есть Таким образом Получается Что На сегодняшний день Самбо Ну так назовем Идет на пути К включению В олимпиаду По трем направлениям Это Или Включить Боевое самбо Или Включить Ну Мы же уже Понимаем Спортивное самбо Хотя это все Как-то спортивное Или включить Пляжное самбо Так я понимаю Ну чтобы Нашим зрителям Было понятно В принципе Вот эти Три дисциплины Здесь Очень важно Ну вот Ситуация Я вам рассказал Как это было В азиатских играх То есть Азиатские игры Я вот как пример Это Игры Которые После олимпийских Игр Для Стран Азии Они в общем Вторые По значимости Но в принципе Менее Ярко выражены Это европейские игры Хотя мы Вот уже И в Баку И в Минске Мы были Участниками И в общем Так была Динамика Но было Спортивное Самбо И там И там Просто Больше Количества Весовых категорий Было В Минске В центрально Американских Играх Но в центрально Американских Играх Мы опробовали Женское Боевое Самбо То есть Вот сейчас Потихонечку Проклевывается Вот эта тема Но Когда возникла Ситуация Вот Есть вакансия Пляжная И Мы быстро В общем-то Среагировали Мы очень оперативно Приложили Интересное Решение Этой проблемы И по сути дела Это был неким Катализатором Для того Чтобы мы Создали Эту дисциплину Поэтому Здесь Мы идем Широким фронтом Знаете Некоторые говорят Не надо распыляться Нужно сконцентрироваться На одном Но Я с этим Не соглашусь То есть На мой взгляд Нужно предлагать Некий Выбор То есть Там где Нас Потому что Я не случайно Сказал Боевое самбо Это конкуренты Квандо И боксу Соответственно Спортивное самбо Это некий Конкурент Греко-римской Вольной И дзюдо Ну не конкурент А Скажем На одной площадке А пляжные Здесь нет конкурента Конкурента Нет Есть Пляжный Волейбол Есть Пляжный Гонболь И так далее Поэтому Мы должны быть Готовы Мы должны быть готовы К К тому Что нам Предложат Идти по всем Направлениям Развиваться По всем Направлениям Совершенствоваться По всем Направлениям Поэтому Вот Мы сейчас С вами Обсудили Какие Возможны Пути То есть Путь Через Страну Хозяйку Путь Искать Повод Договориться Политическое Какое-то решение Третье Ну Вот Быть в листе Ожидания Проводить Какую-то Работу С Международным Олимпийским Комитетом Но В чистом Виде Это Достаточно Сложно Будет Сделать То есть Здесь Очень важно Конечно Взаимодействие С странами Хозяйками Поэтому Если реально Смотреть В краткосрочной Перспективе То есть В 2028 году Вы не видите Самбо Хотя бы В экспериментальном Виде Знаете я В хорошем смысле Авантюрист Ну Вот Взвешенном Да То есть Есть человек Который Без парашюта прыгнет Я без парашюта Прыгать не буду Но В первом Прыгнул Да С парашютом Поэтому Мне нравятся Такие Нестандартные Какие-то Решения Если Мы Ну как бы Все карты Раскрывать Не хотелось бы Да То есть Рассказывать О том Что мы хотим Да Но Почему бы Не к вам И мы Переходим Ко второй части Нашей беседы Она касается Столетия Евгения Михайловича Чумакова Ну Я так Наверное Это не будет Не совсем Это Не будет Вызывать Так сказать Какие-то Я думаю Споры У многих Любителей Самбо Что это Выдающаяся Личность В мире Отечественного Самбо Как с точки зрения Педагогики Так и с точки зрения Личности Вот Поэтому Вам слово Какие мероприятия Приурочены Какие прошли Которые еще будут Вот В этом В рамке Этого события Ну День рождения Евгения Михайловича Был 16 февраля К сожалению Мы надеялись Что состоится конференция К этому времени Готовились В связи с пандемией Нам Не удалось провести Полноценное мероприятие И мы перенесли его На 16 На 16 Тоже 16 Но ноября День рождения Самбо То есть Такой день Самбо Праздновательства Мы сочли Что это будет Оптимальная дата То есть В год В год Столетия Евгения Михайловича 16 ноября Ну В общем-то Ну как бы Реализовать то Что не удалось Реализовать На день рождения То есть В принципе На 16 Февраля Мы В университете Сделали очень интересную Такую Выставку То есть Мы собрали Очень хороший материал С музеем Кцаливк Хорошую подборку По Чумакову Чумакову Спортсмену Чумакову Так сказать Воину Участнику Великой Отечественной войны Тренеру Педагогу То есть Я считаю Что Ну как бы Мы с коллегами Сделали очень Такую интересную Хорошую Дистанционную Выставку Да То есть И На сайте Университета Значит Мы планируем 16 ноября Провести Уже Рисковать Не будем Потому что Эти волны Они вообще Неожиданны И Собственно говоря С нами Никто не советуется Для того Чтобы расширить Аудиторию Участников Этой конференции И мы хотим То есть Мы периодически Экспериментируем Что-то ищем Конкурсная часть Будет проходить На английском языке Мы Совместно Кафедры Теории методики Единоборств И Лингвистики Нашего института Мы совместно Проводим На английском языке То есть В принципе Уже подтвердились Участники Из Сербии Из Польши Из Хорватии Из Италии Из Испании Мы не сужаем Это до Мы как бы Изначально Об этом Всегда говорили Что Нам сложно Говорить о волейболе Легкой атлетике Или плавании Но Но мы Всегда Наша площадка Открыта Для различных Видов Единоборств Это И Виды Связанные С техникой Ударов То есть Боксеры Это И Какие-то Восточные Единоборства И фехтования То есть Мы У нас даже За прошлую конференцию Выиграла У нас Фехтовальшество Девочка То есть Здесь Абсолютно Нет Никакого Ограничения И Наша площадка Она открыта Для Представителей Различных Единоборств То есть Главная задача Это Подготовка Молотых Научных Педагогических Кадров То есть Мы говорим Что конференция Молодых Ученых Ну И Чтобы Не только Наши Студенты Наши Аспиранты Знали Кто такой Чумаков Но чтобы И за Пределами Границы России Люди Тоже Узнали Потому что Эта конференция Посвящена Евгению Михайловичу И Они будут Знать В принципе У нас Даже Как приз Мы готовим Это Небольшой Бюст Евгению Михайловича Ну Помимо Каких-то Ценных Призов Ну Вот Так что 16 ноября Онлайн Будет Проходить Конференция То есть С трансляцией На сайте И Университета И На сайте Международной Федерации Самбо Спасибо Предварительно Мы Проговорили И с Президентом Международной Федерации Самбо Василием Борисовичем Шостаковым И с Министр Транспорта Российской Федерации Олегом Матыцыным То есть В принципе Олег Васильевич Может даже На английском языке Приветствовать Участников Конференции Лично Знал Евгения Михайловича Будучи Студентом Преподавателем Деканом Проректором То есть Знал Евгения Михайловича Лично Сказать Какие-то Теплые слова Какие-то Напутственные слова То есть В принципе Ну Честно говоря Я В таком Приятном Ожидании Этой конференции Мне самому Интересно Потому что В ожидании Что же Подготовят Эти ребята Девчонки Молодые Хотя Я говорю Вот Очень интересное Поколение Интересные Исследования У нас была Девочка Из Испании Которая Сейчас Уже Профессор То есть Она В общем-то Выступала На английском языке Уже были Такие Пробные Значит Шары Да На нашей Конференции То есть Мы допускали Ребята Из других Стран Из Испании Из Сербии И А сейчас Мы попробуем Эту конкурсную Часть Сделать Всю На английском Заке С какими-то Обсуждениями С вопросами С какой-то Полемикой Да В принципе В сборнике Будут публикации И наших Ученых То есть Сборник Будет состоять Из двух частей Конкурсная На английском Языке И Для Публикации Соответственно Наши преподаватели Студенты Аспиранты Могут Также Публиковаться То есть То есть Люди Могут Прислать Заявку На участие Опубликовать На русском Свои Свои Какие-то Работы Очень хорошая площадка Очень хорошая платформа Уже понятно Известно Сергей Евгеньевич Спасибо вам за беседу Я думаю Нашим телезрителям Теперь стало более Понятно Вообще Что значит Самбо Олимпийский вид спорта Вот Ну вы как-то Это более разъяснили Ну и понятно Теперь Как можно Принять участие В конференции Посвященной Столетию Чумакова И Как-то Я надеюсь Мы расширили Понимание Я думаю Что мы После этой конференции Мы можем с вами еще раз пообщаться И Подвести итог Ну Самой конференции А по поводу Олимпийского Самбо Ну вот Мне плотно Удалось Поработать С Василем Борисовичем На протяжении Уже 12 лет Я считаю За это время Мы такой хороший спорт сделали То есть Ну как бы Занимаюсь этим давно Но вот Такое Вот ощущение Какое-то вот Ну слово Солидности Значимости Вот оно пришло Как раз В процессе Этой работы То есть Вот есть ощущение Что не стыдно За содеянное То что сделали То что наработали И то что нас уже В общем-то Ну в хорошем смысле Шарахивается То есть Все Вот там все нормально Все Все вы молодцы Вы молодцы Все Вы молодцы То есть это временное признание Это постоянное признание То есть это вот Те ступени О которых мы только говорили А сейчас они вот Фактически у нас есть Все документы И Но это не только Некие Открываются Возможности Но и ответственность То есть нужно понимать Что вот Откатываться назад Уже нельзя То есть все Международный центр Воложниках И я думаю Что это очень Такая хорошая Хороший Такой вот Столб Фундамент Да То есть Фундамент Вот этого Олимпийского Самбо Чтобы мы Занимались Какой-то Посветительской Деятельностью И образовательной Деятельностью Ну и Для этого Все условия Там есть Потому что Мы занимались Как раз Разработкой Ну я лично Как бы Принимал участие То есть Этот большой Центр Воложниках Он практически Будет завершен Ну вот Уже На этой неделе Мы должны Там даже Даже Самбистов Показывать В тренировочном зале Такой Пробопират Для мэра Ну тогда Если Вы пригласите Мне будет интересно Тоже Поприсутствовать И Сделать какой-то Репортаж На этот счет Спасибо Спасибо Да Всех благ Спасибо